дорогие мои друзья всем привет из солнечного летнего луганска еще пока утро нету жары прохладненько едем по советской центре эти как здесь красиво газончик новая плита . тротуар бордюрчики новые лавочки просто супер днем обещают жару сильную поэтому выдвигаемся мы пока утром эти новые светофоры плоские красивые но правда режимы некоторых местах у них работы непонятные по таймингам но может еще будут корректировать не знаю а мы с вами выдвигаемся на восток хочу съездить станицу и на льковские дачи ольховских дачах раньше мы частенько бывали у друга там дача была она вернее осталась только друг сейчас не здесь увы уехал и вернуться не знаю не может не хочет но тоже его личное дело а так в общем такой план на сегодня зарядил два аккумулятора поставил хотя по идее давно должно и хватить ну чтобы вообще не экономить ни в чем себе не отказывать поставил два потому что по маршруту принципе туда 30 километров труда 30 назад также заедем посмотрим на памятник игоря как отремонтировали так мы с вами на донбассе ухты протон магазин чё-то начали ремонтировать ну вот люди на работу едут видите много машин самое главное что прохладно я боялся что ночью будет жарко вы знаете в 11 уже было 25 градусов так что ходит днем жарко ночью прохладно пооткрывал окна и спал с открытым полностью окном проезжаем донбасс они везде посадили красивую хорошую траву какие тротуар чеки лавочки везде в общем красота вон рабочие ходят еще что-то меряют но эти очень много-много светофоров главное попасть в волну остановки тоже новые в общем луганск меняется в лучшую сторону просили меня съездить пап пап так сказать по местам съемки криосана ну я тоже его раньше смотрел как в крым он ездил тоже смотрел последнее время не слежу за его деятельностью говорят он уехал куда-то за границу ну в принципе что удивительного если человек зарабатывает на ютубе его бы просто здесь заблокировали и все весь его заработок а у него больше сейчас 5 миллионов подписчиков там почти 6 миллионов он колоссальные деньги зарабатывает но дело в том что я плохо станицу знаю плохо знаю эти места вроде на карте нашел его дом но насколько это его дом большой вопрос но он везде находится дайдара 76 так мы городок завода уэр проехали тем временем видите здесь светофор поставили не помню был здесь а ну наверно был старый вроде машину много вот автобусов маршруток что-то пока мало здесь видите здесь асфальт еще старый местами с ямками убитый поэтому поедем на этот дом посмотрим самое хреновое что у нас нету интернета яндекс гад удалил карты но это надо жаловаться а вот за вышки читал что вроде бы это новый оператор который в крыму работает и вот вроде он будет тоже вышки ставить будет развитие какое то но честно говоря за крым что-то о нем не очень лестно не очень лестно о нем отзывались ну может что-то изменилось так скажу как интернет не работает так хоть какой оператор хотя на мкс есть проблемы и с дозвоном и с первого раза и с обрывами и так далее ну что вы хотите один оператор какая нагрузка на мобильные вышки населения то сейчас увеличилось надо большее количество вышек делать но интернет понятно что не заработает пока активная фаза боевых действий не закончится вот так вот вот так вот морбюса проезжаем здесь вон стригут газон вокруг заправки и везде видите вода питьевая бежит при чем гляньте сколько ее давно бежит ну что велосипед от грязи помою который я привез на нем из каменска с рыбалки времени там его мыть не было автосборочные эти как он проехали он здесь сверху до них зайдет но он сто лет уже не работает о первые автобусики пошли а здесь вот это здание это полу заброшено а, нет, дайте его ремонтировать забрали здесь или общежитие было или какой-то полечка, не знаю короче, окна с него повынимали огородили, видимо, будут ремонтировать это здание да, вот так вот и лето проходит, друзья мои тут осталось совсем ничего а какой будет сентябрь бабка на двое сказала может быть вот такая же погода как сейчас по крайней мере первые 2-3 недели а может быть и холодило тут, кстати, смотрю к концу недели дождик и обещаю поэтому надо смотреть как назад еще ехать я еще плащ с собой взял да не, ну, доедем-то по-любому плащ одену, снизу шлепки да поеду ноги мокрые, но и бог с ним так, проехали кинотеатр Аврора но его, правда, сто лет уже там нету супермаркет Абсолют был, а сейчас я не знаю какая-нибудь матрешка или еще что-то здесь пока в этих местах все по-старому ничего особо не изменилось асфальт подлатанный окно вывески вообще никакой не вижу я над Авророй ничего там не написано так, надо навигатор посмотреть дома пока был интернет вбил я этот адрес а, ну это в нижней части мы наверх заехали надо было по низу ехать это получается что, малая верхунка что ли ну, проедемся здесь и вниз спустимся видите, рельсы пока лежат но понятно, что троллей давно нету видите, тут же тоже троллейбус ходил троллей здесь поснимали и троллейбусные, и трамвайные ну, я думаю, что если, скорее всего, и будет электротранспорт то, скорее всего, только на аккумуляторах а там поживем увидим так, проскочил я на желтый и в машины поехали широкий перекресток в тенечке даже прохладно немножко да, хочется в один прекрасный день, конечно, вернуться в Луганск здесь жить и работать но пока это все сложно так, обувную я говорю, Глорию или как здесь проезжаем фабрику с левой стороны а ну, сейчас развернусь вам дам панорамку так, ну, вот она фабрика здесь ну, вроде все красиво все нормально все работает так, друзья мои парк дружбы есть видео на канале ходил я здесь в двадцать первом году нет, наверное, в двадцать втором когда уже после нового года холодно было по снегу ну, ничего особо не изменилось парк дружбы пока никто не ремонтирует лавочки только вот какие-то поставили ну, может, лампочки повкручивали ну, короче, пока его не ремонтируют а здесь вообще на кварталах не особо там много парков это, наверное, один из немногих и его, в принципе, конечно можно было бы сделать ну, пока, видите, сюда не добрались еще хотя здесь вообще на востоке много людей детей живет а здесь напротив раньше у нас был ночной клуб диско потом, вот видите, был сахар потом его закрывали он долгое время не работал тут разборки какие-то были ну, короче, непонятно что-то тут сейчас, походу, так и не работает а здесь вот какая-то стройка идет это мы вокруг квартала 50 лет октября, получается, едем я здесь тоже тогда как-то ходил снимал зимой и в Абсолюте вот в этом мы были о, здесь стройка идет возле Абсолюта здесь у них рыночек небольшой ну, на Абсолюте вон пока вывеска Абсолют так и висит вроде работает но вывеска старая ну, эти люди на работу уже едут барбот задумчивый стоит так, а нам сейчас на перекрестке надо уйти налево а потом вернемся да, он получается в Малой Вергунке, что ли жил жил а может это фонарь хе-хе-хе ну, сегодня, кстати, облачно хотя, может это только с утра жары такой может не будет а, ну вот дом прямо на этом перекрестке находится храм вдалеке виднеется ну да, здесь дорога не очень хорошая ну, такая сносная ужасная вокруг Новосветловки сейчас там просто местами такие ямы, блин ну, не по колено, конечно, но до половины колена, так сказать что-то Яндекс там уже бурчит, что я почти приехал да, но Яндекс какая-то непонятная контора мутная ну, вот здесь где-то Гайдара 76 сейчас смотрим так, сейчас развернемся, вот как раз вот за остановкой за женщиной вот стоит вот это вот и есть Гайдара 76 вот этот вот домик кирпичный ну, может быть, может быть может быть он здесь и жил вот этот вот на углу дом так, ну а мы будем двигаться на выезд по вот этой дороге можно выехать тоже на станицу может он здесь и жил, да мне что-то казалось, что он где-то в станице частный сектор я не знаю, вернется он ли когда отсюда или нет потому что, ну, эти люди живут на западные деньги поэтому они зависят от них в России нету такой площадки популярной и раскрученной, чтобы на ней можно было зарабатывать такие деньги хотя, в принципе, для русскоязычного контента, как говорят, что в мире порядка, как минимум 300 миллионов русскоязычных ну, это и бывшие страны СССР и плюс какие-то наши эмигранты и так далее то есть, ну, есть люди, которые русский язык воспринимают конечно, в этом плане наши могли бы развивать такие тоже какие-то площадки но пока это все сложно ну, здесь, видите, местами дорога просто ППЦ и тоже опять бежит водичка видите, сколько вот по городу воды бежит ну, а что вы хотите, трубы старые прохуделось все все надо менять ну, вот, кстати, по центру у нас не текло у нас трубы хорошие были а их поменяли а здесь вот теперь так, проезжаем какой-то заводик а что это у нас, маршал, что ли, да? а, нет, луганское литейное производство управления маэстральных газопроводов ух ты я даже не знал, что здесь такое есть много людей идет на работу машин много стоит вот в таком вот месте тут гляньте, сколько машин стоит и такое все красивое выбрались мы на трассу здесь ремонт полным ходом идет видите, работает только одна половина так же, как мы на части ездили но я, наверное, так как я на велосипеде поеду вот по правой стороне потому что там очень узко машинам будет очень плохо меня объезжать асфальт тоже новый, хороший в виде ограждения ставят широко, классно станично-луганский район вывеска да, не устану повторять хочу такую дорогу наизварена а, кстати, а сзади у нас тучки тучки, тучки, тучки неужели сегодня будет дождик надо торопиться, надо ехать бегом, бегом, бегом и бегом возвращаться чтобы не искупаться чтобы не искупаться вон тоже, видите, велосипедист навстречу едет вон тоже, видите, велосипедист да, раздолье покататься сейчас здесь пока перекрыто а здесь вот строительная техника видите, стоит а, забивают они эти разграничения сваи ну, здесь не такой нагруженный поток как на счастье, конечно ну, на счастье туда же дорога дальше идет северодонецк лисичанск а здесь станица теперь получается не такая нагруженная ну, отсюда тоже можно выехать туда в сторону счастья, но объезжать много а где-то дождик идет я смотрю вон опускаются местами вот далекие струйки вообще передавали на среду дождь, но потом отменили а утром я прогноз не смотрел не, стоит на четверг на пятницу дождь за разой но он там как-то временами остановился тут поснимать немножко гляньте сколько строительной техники стоит вот это вот ремонт продолжается ну, работает только одна полоса ну, двухполосная в смысле одна сторона это закрытая но зато мы едем хорошо ну, видите, реклама строй-центр удачный сезон вот это у нас поворот на Николаевку видите, здесь тоже залежи стройматериала большие тут строят они какую-то разворотную часть ну, а Николаевка у нас там в той стороне видите, тучки какие сегодня разбираюсь как мне куда ехать что-то тут развороты повороты куда какая дорога ведет не пойму одна на новый мост ведет одна на старый нам по идее что памятник Игорю наверное посмотреть надо на левой так что поедем если что вернемся я здесь плохо дорогу знаю я здесь то на поезде ездил на дизеле то ездили с другом на машине ну, а за рулем он был поэтому я дорогу тут особо не знаю мост вроде бы отремонтировали старый мост он давно отремонтирован еще во времена ЛНР но там узенький вон там чисто пеший был вот а тот получается мост он да куда ехать вообще так ну, это по идее на Николаевку поворот а вот здесь вот этот мост вот нам по идее на ту сторону наверное надо вот 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 здесь вот здесь здесь такая решетка что можно колесом провалиться да вот это вниз наверное дорога пошла это на новый мост а чтоб на старый наверное надо сюда вот сюда вот ехать ой видите какая решетка ой колесо провалится только так это уже вот я не знаю же станица получается начинается карты ни хрена не работают ну вроде бы нам и на правильном пути провода смотрю высокоольтка честь оборвана а он и памятник игорь виднеется уже его сдавали я не знаю когда весной пасечник приезжал туда я не знаю вот только подход нему с этой стороны или стой они наверное все таки с этой вот видите здесь князь игорь сейчас прогуляются пройдемся поснимаем да все таки правильно заехал к кому заезжать вот смотрите как я ехал получается вот такой вот есть площадку здесь сделали но непонятно освещение пока видимо нету стал бы есть но освещение пока наверное нету я не знаю электричеством а хотя он снизу какое-то освещение есть чем непонятно видите здесь такие вот памятные исторические фрески плиты с рисунками интересные ну хотя он снизу фонари вроде есть а вот сверху почему-то нету вот сам памятник игорю асфальт положили он лавочки тоже а внизу вот видите у нас дорога идет вот это вот новая на новый мост но мы наверное на нее вернемся и по ней поедем через новый мост его что же ремонтировали вот такая вот здесь красота а нет друзья я вам соврал все-таки освещение на них есть просто светодиодные модные фонари вот эти вот г-образки сверху это вот и есть эти фонарики и здесь вот какие то я так понимаю я не знаю что это светильники в трубках интересны в общем круто и такая вот по винтовой дорожка идет да и тучки эти какие но это уже тоже станица идет только по левой стороне но мы поднимаемся наверх потихоньку вот такая вот красота тут ох запыхался немножко я классно конечно красиво вы высоко отсюда ведь конечно эти какой на станицу не это лиховские а станица наверное вот туда левее идет их кондрашевская новая может когда-нибудь в кондрашевскую новую съезде но отца моста там река северский донец и трасса ну и сам игорь вообще такая вот красота единственно конечно же тут нет абсолютно никакого ограждения и очень такой спуск надо бы конечно поставить ограждение потому что дети могут упасть в общем друзья будем спускаться сейчас наверно вернемся поедем по этой трассе уже в станицу дальше вот мы вернулись на разъезд будем двигаться вниз да здесь такие сложные развязки развилки не знаю тут можно заехать непонятно куда эти дорога хорошая но еще ремонт продолжается разметки нету напомню вот здесь совсем недавно отремонтировали да здесь да там Памятник Игорю. Ветер сильный очень. Ветер сильный. Ветер сильный. и делали, чтобы вот это вот все дело построить. А Северский Донец получается дальше. Северский Донец. Да, а вот река Северский Донец. Интересно, здесь купаться где-то можно или нет. Стройка, стройка везде идет. Да, тут стройка идет полным ходом. Вон, видите, наш любимый Северский Донец. Наконец-то я его вижу. Ну и строители везде. Ну, здесь, наверное, вниз можно спуститься, покупаться, я не знаю. Переехали мы мост. Да, совсем забыл сказать спасибо большое всем причастным к строительству, ремонту старого нового моста. Дорога классная. Ну и надеюсь, в каком-то будущем наконец-то разминирует у нас этот Северский Донец. И можно будет там и рыбку ловить, и купаться. Но, конечно, там лучше лесами, полями не ходить, а только в очищенных зонах, потому что остатки могут быть чего угодно, где угодно. И еще хранится, взрываться очень долго. Но, тем временем, мы вот заехали уже в саму станицу. Видите, местами еще есть следы разрушений. Наверное, это, скорее всего, 2014-2015 года. Да, вот эта улица прям разбитая вся. Хотя нет, вот есть целые дома. А есть, вон, видите, прям, ну да. Здесь просто рядом совсем Северский Донец, поэтому... Да, много здесь, конечно, разрушений. Ну, восстановят, восстановят все со временем, отремонтируют. Я в станице здесь очень давно был, лет 10 назад, наверное. Это уже, видите, здесь везде мемориалы погибшим в времена Великой Отечественной войны. Ну, потому что здесь понятно, что бои шли по реке. Ну, и здесь сейчас долгое время была линия разорничения по Северскому Донцу. А тут дома и с этой стороны, и с той стороны. Так, ну, будем сейчас с окраин выбираться. Ну, много еще разрушенного здесь, конечно, стоит. Самое, что интересное, да, вот было сколько? Восемь лет там все рассказывают, как Луганский, все плохо. Ну, вот, станица была восемь лет под Украиной. Ну, и почему вот это все не восстановлено, не отремонтировано великими деятелями, зельбобом, парохоботом и так далее. Так что, в сказке все это. Суд, он стоит разбитый весь. Да. Никому оно ничего не надо было им. Сейчас только надежда на Россию. А эти только сказки могут рассказывать и рисоваться. Так что, друзья мои, не верьте никому. Понятно, что у медали есть и у монеты две стороны, но тут в этом случае оно некорректно. Вы видите, что тут? Нет, во времена ЛНР тоже не особо что-то восстанавливали. Так по мелочам. Центр там и так далее. Потому что, ну, Луганская республика была не такая-то богатая. А Украине ж помогал весь мир. Вы что? Вот оно, вот такой весь мир. Гляньте яблок сколько много везде. Яблоками, кстати, пахнет. Остановка. А, тут или банк, или нотариус, что-то люди ждут очереди. Так что, вот такие вот дела. Станицы тут тоже неоднозначно. Хотя рассказывали нам много сказок. Так, ну мы сейчас на центральную улицу выйдем. Я даже не знаю, где здесь, знаете, какие-нибудь там парки, еще что-то. Стоматология. Так, а это дорога куда идет? Сейчас посмотрим. А, ну это вот, друзья, вот тут вот за этим, за мостом, Кондрашевская новая уже. Она практически со станицей соединяется. Ну, сегодня мы туда, наверное, не поедем. Это в следующий раз. Тут вообще много мест вот этих для посещения. Поэтому когда-нибудь сюда потом еще съездим. Более спокойные времена. Вот, кстати, видите, тоже разбитый дом стоит. И никому ничего не надо. Ну, люди, если живые, видимо, выехали. Надежда только на Россию-матушку. Это тоже, конечно, не без проблем, но тем не менее. Единственное, что Зеленский смог здесь сделать, это вот дорогу, которая соединяет ее с счастьем. Причем она тут такими извилистыми путями идет, потому что тут вокруг сосняк везде, она в песке растет. Да, много разбитых, брошенных домов. В этом плане вот мы в Петровке были там как-то поцелее все. Ну, Петровка дальше. Он уже на новых номерах, смотрю, ездят, 181-х. Мы сейчас будем выдвигаться в сторону Ольховой. Там дальше и Макарова, и так далее. Ой, мы сюда сколько ездили. То за грибами, то на кемпинге всякие там. И со школы, и с класса, и с института. По-разному тут. Тут природа хорошая. Единственный недостаток, это сейчас вот на линии разграничения Северский Донецк, что он заминирован. Это да. Но хотя я могу преувеличивать, это надо у местных спрашивать. Где, что, как. Потому что вот у нас там оказалось, что на Огородное вроде бы где-то к Донцу подходить можно, и люди вроде даже на рыбалку ездят. Заправка, цены, смотрите. Слушайте, ну здесь почему-то цены на бензин выше, выше, чем в Луганске. Ух ты, стоп, 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 друзья. Гляньте, тут какой раритет стоит. Сейчас остановку сделаем. О, из третьей красавушка стоит. Видите какой? Я в такой World of Tanks играл. Был у меня такой. Правда, пушка у него разная бывает. Здесь вот пушка такая, стоковая, базовая. А вроде там бывает и помощнее. У нее дульный тормоз другой. Но это, по крайней мере, в игре было. Вот я вам скажу, лучше, конечно, в играх стрелять и воевать, а не в реальной жизни. Так, а ну давайте заедем здесь. Я увидел здесь церковь какая-то интересная. Покрестимся. Красота. Облака. Ну, вроде точки мимо обходят. Вернулись мы назад на трассу. Что я вам хочу сказать. Очень плохо. Без интернета, без навигатора, конечно. Особенно, когда ты не знаешь, куда ты едешь. Ну, гипотетически, так сказать, догадываешься. Ну, вот. Кое-как на карте вроде нашел я эти дачи. Так как меня туда возили, я сам туда не ездил. Я дорогу знаю плохо. Ну, вроде бы нашел. Пока нам прямо, прямо, прямо ехать. В районе пяти километров. А потом еще там немножко по дороге. Эти какие красивые. Здесь места, деревья какие большие, высокие. Сюда всегда за грибами ездили много. На электричке. Она, кстати, интересная. Раньше дизеля были, потом электрички. Позже сделали. И вот здесь интересно. Они ходили так. Получается, что заезжали сюда. А потом дальше ехали в сторону части. Ну, крюк такой приличный делали. О, кстати, здесь, гляньте, домики. Давайте во дворик заедем здесь. Посмотрим. Здесь панельные вот четырехэтажные дома. Видите, в станице, то есть, не только одноэтажные. Есть немножко и такого. Ну, я вам скажу, что от станицы до города тут километров десять по прямой. Поэтому тут многие люди отсюда ездили на работу в город. Без проблем здесь. Маршрутки ходили раньше быстро. Ну, вот такие вот здесь домики. Ну, здесь вроде все целое. Продукты. Надо будет там где-то на рыночке водички купить или что-нибудь покушать. Я сегодня не завтракал еще. Проснулся сразу, умылся, собрался, привелся в порядок и выдвинулся. Кафешки всякие, чебуреки. Вот мы и вернулись, получается. Вот нам надо было с моста прям сюда ехать, но мы подальше проехали. Видите, разрушенная заправка. Так и стоит. А вот, видите, станица Луганская здесь закачивается. А вот это вот как раз трасса пошла на счастье. Но она тут такая извилистая. И вот такими зигзагами, вот так вот, буквой С, через поляль идет леса. Вернее, скорее всего, наверное, через леса и небольшие всякие села. Ну, в принципе, если отсюда ехать в счастье, то что отсюда, ну, по этой дороге, что через город, расстояние будет одинаковое. Да, через город будет дольше, поэтому кому отсюда нужно в счастье, туда в ту сторону, конечно, все равно лучше уезжать так. Так, Макарова проезжаем. Да, здесь едешь, вокруг, конечно, красиво. Красиво-красиво. Так, ну что, нам еще 2 километра и будет поворот. Я надеюсь, там хоть не сильный песок, мы проедем. А здесь вот, по-моему, где-то должен быть переезд. А, нет, мы уже, наверное, проехали. Где-то здесь... А, это, наверное, в ту сторону, когда на Кондрашерску едешь. И снизу, вот где дизель и электричка ходят. Видите, тут и пуры по этой дороге ездят. Она хоть и хорошая, но довольно-таки узкая. О, в станице. Видны теплички. Сейчас остановимся, покажу вам. Вот, видите, теплички вдалеке. Станица всегда кормила город. Поэтому у них здесь всегда было много огурцов, помидоров и так далее. Ну и живности, молоко и так далее. Все отсюда везли. И, конечно, ей во времена отделения от ЛНР было тяжело. Потому что, ну, куда они повезли бы? В Харьков? В Харьков далеко. Ага. Да, вот снизу железная дорога пошла. Вот это, наверное, на 120 километров, я так подозреваю. А раньше она, по идее, шла аж до Миллерово. Ну, во времена незалежности и независимости России, Россия разобрала железную дорогу. А вообще, раньше отсюда, по этой железной дороге, возили рабочих еще в царское время, да и в советское, сюда, на заводы, аж из-под Миллерово оттуда. Ну, я надеюсь, что восстановят эти ветки, не знаю. Посмотрим. А вот мы уже, я не знаю, это уже, по-моему, Ольхавая идет. Вот здесь я пешим ходил. Мы сюда приезжали. Пешим и ходили, на дизели выходили на остановки, а потом пешком здесь шли. Во времена Украины ходил на 122 километр. Дизель приграничный. Ну, и там дача тоже у друга была на Деркуле. Вот здесь, по-моему, сейчас дальше рыночек будет, если я не ошибаюсь. Да, вот с правой стороны такой рыночек. Вон и пирожки, но мы, наверное, на обратном пути поедем, подкрепимся. Ермак, да, вот здесь мы когда-то были, помню, еще до войны в магазины здесь заходили. А вот, видите, тоже разрушенное здание. И рядом тоже разрушенное. Друзья, я вам, кстати, соврал. Это было не Ольховой, это было Макарова. Хе-хе-хе-хе. Да, я уже позабывал. Ольховой там где-то, по-моему, дальше. Ну, вот здесь вот где-то сейчас будет поворот на даче. Сейчас поедем, посмотрим. Хохлярский бункер здесь укреп, район, видать, какой-то был. Блин, даже вокруг. Да, здесь, конечно, лучше по лесу особо не лазить. Можно какие-нибудь мины или еще что-нибудь поймать. Только так. Вот раз здесь военные стояли. Да, два километра вот такой вот убитой дороги. Здесь периодически встречаются люди какие-то. Велосипедисты. Только что дядечка проехал велосипедик с электромотором. Причем он у него стоял на таком, походу, старом. В советском велосипеде. Причем прямоточный, безредукторный который. Я не знаю, как у него выдерживает вилка. Наверное, хорошо приварил там. Проезжаем через лесок, а тут вот как раз бежит этот ручеек, собственно, на котором построили дамбу. И сделали водоем. Ну, сейчас, благо, дожди сильно идут, поэтому, конечно, воды достаточно должно быть. Ну, я здесь больше десяти лет назад был. Я даже не помню, в каком году. Очень давно. Не знаю, дачу получится у нас найти или нет. Попытаюсь туда проехаться. Но сейчас сначала съездим на сам водоем, посмотрим, что там. Раньше частенько мы сюда ездили и на дачу, и просто на машинах было дело ездили. Сюда раньше автобус ходил. Сейчас, честно говоря, я не знаю, ходит ли сюда автобус или нет. По идее, должен, но не знаю. Может, из самой станицы, так сказать, они. Из города. Тяжело сказать. Вот уже дачи пошли. По левую сторону. Видите, вот остановка еще. Там, где остановка конечная была, там были ларечки всякие. Там пиво на разлив продавали, пирожочки, еще что-то. Ну, посмотрим сейчас. Ну, я думаю, что сейчас, так как сюда проехать уже можно, я думаю, что на выходные люди сюда ездят и на даче, и на водоем. Здесь, по идее, должно быть более-менее нормально, безопасно. Ну, конечно, какое-то время много из этих дач простояло вообще без, так сказать, движения. Потому что люди сюда, скорее всего, многие не ездили. Были экстремалы, которые в те времена через вот эти всякие пункты пропуска пробирались сюда. Ну, пенсионеры всякие на лето и здесь жили. Ну, это единичные, конечно, были. Он тоже велосипедист. Ну, а на чем здесь еще двигаться? В магазин съездить? И что, что-то, если ты сюда приезжаешь на дачу на лето? Только велотранспорт какой-то. Ну, можно электросамокат, еще что-то поездить, здесь электричество есть. Видите, здесь асфальт убитый, но, в принципе, проехать можно. А так здесь, конечно, песок. Тут было бы тяжко. Так, ну, вот уже, по-моему, мы подъезжаем ближе. Или нет, я уже запутался. Тут просто еще пшеничная где-то была левее. Сейчас карту. Или вот поворот уже на водоем пошел. А что-то я ларьков-моряков не вижу. Или вот они дальше. Садовое хозяйство. Товарищество мечта. А, вот и магазинчик. Вот это, наверное, вот эти вот магазинчики. Старые, скорее всего. Да, вот мы приехали. Ну, дачи тут еще, видите, далеко-далеко-далеко идут. Товарищество урожайное. Да, вот эти вот ларьки. А вот здесь, по-моему, дача где-то вот по этой прям улице наверх была. Но это мы потом попробуем проехать. Сейчас поедем, попробуем проехать мы. Так, давайте остановимся. Покажу вам ракурс. А то на велосипеде едут. Вот, видите, тут магазинчики. Столики небольшие. Ну, пирнушка. Не знаю, что она тут из этого работает. Поехали, проедем сначала Ставку, искупаемся. Я не знаю, как его тут правильно называть. Став, пруд. Так, здесь песочек, а вот здесь вот вроде меньше песка. Тут тоже какое-то хозяйство вокруг пруда было. Я помню, то, что там убирали мусор. Там какие-то ларьки, моряки были в последнее время тоже. Поедем сейчас, посмотрим, что там. Здесь лесок идет. И вот ручеек тут тоже бежит. Причем в нем вода холодная, холодная. Мы тогда, помню, купаться ходили на озеро, а сами где-то вот так вот тоже в лесу стояли неподалеку. И, получается, пиво, короче, ставили в этот ручеек, чтобы оно было холодное. Да, ну, сюда сейчас в составе России, конечно, потихоньку должна вернуться жизнь, вот это все дело. Получить развитие. Да, здесь бы грейдерам не мешало бы проехать, вот эти все глыбы разровнять. А вот и ручеек бежит, кстати. А ну-ка. Вот видите, здесь такой мостик. Он небольшой, небольшой. Там глубина по щиколотку чуть больше. Но где-то, наверное, может по колено. Как шумит вода. Надеюсь, на камере слышно. Камаруя пока, ну, он какой-то начинает приставать, но вроде не так много. Птечки поют тоже в лесу. И шумит мой электромотор. Так, ну вот мы уже выезжаем. Посмотрим, что тут вообще. Сто лет не был здесь. Ну, дорога вроде накатанная, выходные ездят. Здесь даже помню, как даже деньги за что-то собирали было дело. Что-то оно заросло здесь. Здесь вот пристань была. Отсюда прям прыгать в последнее время можно было. Но сейчас что-то все заросло, заросло. Вот тут тоже что-то было. Вот в этом здании. А сейчас, видите, все заброшено. Да, в общем, в таком полузаброшенном виде здесь. Здесь единственное, что, конечно, ну, на самом озере Тинька нету. Тиньок только надо идти вот в лесопосадку вокруг. Ну, и тут, видите, лиственный лес идет, а туда дальше там сосняк идет. И там сосняк далеко-далеко. Тут вокруг в основном вообще сосняк. Это еще в советское время. Здесь же степь была, песок. Вот, и засадили все это дело сосной. А вот такие вещи всякие растут у нас, лиственные. В основном только где вот всякие ручейки, речки бегут и так далее. А так песок, песок, песок. Ну, и с этой зоной, видите, ну, в принципе, видно, что песок. Узнали, что по такой жаре и по такому климату хорошо растет сосна. Правда, она получается корявая. Ну, и, короче говоря, ее засадили. И как раз использовали ее для шахт, для подпорок. Как раз недлинные такие чопики. Не сильно толстые. На доске, конечно, она не годится. Но, видите, рыбаки сидят и купаются. Ну, как клюет, что ли? Мелочевка. Ну, ни хвоста, ни тишуи. Да, вот здесь вот пляж раньше был. Камышом прямо сильно-сильно все заросло. Да, вот здесь вот какая-то дамба. Ну, заросло здесь все, конечно, очень сильно. Ну, в общем, вокруг, видите, вот там вот вокруг ручейка идет лиственный лес. А дальше вокруг тут сосна. Она тут идет. Сосна, везде сосна. Аж туда до счастья, до нижне теплого, до плотины. Здесь везде вот это сосной все засажено. Потому что здесь раньше было песок. Так, многие спрашивают, на чем вот езжу. Вот, мой велосипед. Есть видео на канале про мой велосипед. Он, правда, немножко еще грязненький. Часть грязи уже из Луганска, часть из Каменска с рыбалки привез. Аккумуляторный. Сзади у меня мотор стоит. Максус. XF или, не помню, 15-й, по-моему. Ну, короче, если его на полную загрузить, он там в пике киловатт выдает. Но я его так не гружу. На педалечках он где-то 250-300. Ну, и скорость 25-30 выдает. Ну, а в горку, конечно, побольше. Водичка, друзья мои, прохладненькая. Малек. Вижу малька. Снизу песочек. Ну, видите, небольшое озеро. Вот мы с вами буквально катались вот на той вот стороне. Ну, приятно, что здесь, конечно, песок, а не ил. Ух, как хорошо. Кстати, меня спрашивают, почему я купаюсь в одежде. Друзья мои, это старая привычка у меня. Ну, во-первых, мне с велосипеда вот это тоже раздеваться, одеваться. Смысла нету. И я по жаре часто езжу на велосипеде. Я обычно вот так вот по пути заезжаю. Искупаюсь. Ох, хорошо как. Искупаюсь. И потом еду в этой мокрой одежде и сохну. И мне легче ехать, короче говоря. Поняли? Ну, и заодно сдираю ее. Но это не точно. Так. Ну, шо. О, хорошо как. Давайте нырнем. Так, отцепил я камеру. Здесь уже, вот видите, совсем недалеко от берега, мне уже здесь с головой. Ну, что приятное, внизу также идет песочек, а не этот, а не муляка. Кстати, звук вот когда купаешься, вода попадает в микрофон и немножко такой гунявый получается. Поэтому не думайте, что это вот что-то непонятное. Так, ну давайте посмотрим. Вот такой вот стовочек. Небольшой совершенно. Ну, приятно. Я не знаю, какая здесь по центре глубина. Ну, водичка хорошая. Летом, конечно, в жару. Ну, в этом году жары не было. Поэтому оно сильно не прогревалось. А сейчас прямо, ну, не знаю, хорошо. Приятно и классно, шо, песок. Ну, видите, все, все, конечно, зарошло камышом за эти 8 лет. Потому что людей здесь было мало. Раньше, конечно, здесь очень много было людей. Здесь постоянно прям молодежь. Тут выходные, все вот тут вот все, ну, в основном по той стороне. Вот так вот был песок, вот там где дамба. Ну, как-то вот так. Ладно, друзья, будем выбираться. И сейчас еще заедем на дачу, попробуем найти. Ну, не знаю, смутно. Но, по крайней мере, по дачам прокатимся. Вот. А дальше буду уже двигать назад. Зайдем, перекусим пирожочком, посмотрим цены. И будем двигаться назад домой. Дома дел полно. Надо все успеть. Выбрались мы наверх. В общем, поедем, проедемся по дачам. Когда-то я здесь давно-давно был. Открыл, посмотрел я карту. Ничего не понятно, ничего не помню. Это дорога или соседняя. Но я помню, что где-то вот так вот вверху была дача. Вот прямо-прямо, потом направо. Ну, покатаемся, посмотрим. Вернулся я немножко назад. Сейчас проедем по этой улочке. Я помню, у нас даже какое-то озерцо было на даче. Рядом. А может, под вот этой улицей надо было ехать. Ну, посмотрим. О, здесь домики получше. И цветочки растут. Ну, в общем, кто-то где-то есть. Где-то нет. Я помню, мы еще дачу помогали строить. Надо было, конечно, спросить адрес. Но я что-то не допер. Ух ты, какие тыквы гигантские растут. Что-то тут огороды какие-то частично в полузарослях. Домики вон красивые так. Ну, вот не знаю, или это улица, или выше. Давайте чуть выше проедем. Попробуем повернуть направо потом. И ниже еще съездим. Ну, машина даже стоит, видите? Здесь вот, кстати, газ есть. А газ есть, значит, люди живут. Видите, казалось бы, какая глушь, да? Вот, я вот удивляюсь. Я вот в Каменске. Там есть вот деревушки прямо на дороге. Прямо это. И газа нет. Здесь вот какое ответвленное, отдаленное от всего, так сказать, ну, практически село до дачи. Дачи-село. Здесь есть газ. Ну, правда, конечно, это не дешево нифига. Но он здесь есть. Понимаете? Так. Ну, вот. Вот, куда-то сюда. Вот, не знаю, или это улица, или ниже, выше вряд ли. Здесь вот вообще сосны растут на участке вместе с березками. Я помню, что домик вот так, недалеко от дороги был. По-моему, крыша ровная была. Уже и не вспомнишь. А, ничего не вижу. Ну, сейчас еще на улицу ниже спустимся. Спустились мы на улицу ниже. Ну, я вот помню, что вот такие там какие-то заросли были. Может, вот здесь ниже. Наоборот. Сейчас спустимся, еще здесь прокатимся. Я помню, что там лес был на участке частично. Какой-то. Вот эти я хорошо помню. У кого-то теплица была раньше. А вон дальше, видите, какая избушка красивая. Порт Боярд. Замок и крепость кто тут строил. Но не появляется, видимо. А нет, вроде... Вроде более-менее ухоженная дачка. Так, ну что, еще ниже спустимся. Карбосик нас встречает, бегает, лает. Да, люди есть. Люди живут... Ой, винограда у кого-то много будет. Видите, тут периодически дачи перемешаны с лесом. Ну, что-то я дачу, видимо, не найду. В следующий раз как-нибудь съездим. Я спрошу адрес. У друга или его отца. Отец, по идее, сюда ездит, потому что отец у него здесь. Ну, что-то, мне кажется, где-то мы рядом катаемся. А ну, вот сюда сейчас прокатимся. Вот где лес надо ехать. Да, в общем, вот такие вот сейчас Ольховские дачи. Потихоньку начинают они оживать, видите. Потому что люди сюда ездят уже. С Луганска ездят. Поэтому они, конечно, начали оживать. Тучки вроде прошли мимо. Дождя вроде не будет. Ну, может, в следующий раз как-нибудь я сюда еще съезжу. Вот. Прокатимся, может, до Кондрашевской новой туда. И сюда тоже потом вернемся. Заедем. Я узнаю точный адрес. И посмотрим на эту дачу. Ну, все, друзья. Будем заканчивать наше сегодняшнее путешествие. Надеюсь, оно вам понравилось. Вот такое вот сейчас. Здесь вот эти территории имеют вид. Потихоньку в порядок приводятся. Здесь, видите, еще много разрушений, конечно. Вот. Дай бог, все-таки война рано или поздно закончится. И наступит мир. И, конечно, здесь уже будет полноценно все это восстанавливаться, двигаться и так далее. Ладно. Дорогие мои, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, и до новых встреч, до новых видео. Всем крепкого здоровья, кстати. Пока-пока.